Всем привет! В эфире Универньюз и я его ведущая Аделья Шамилова. Сегодня выпуски. Ректор Казанского университета встретился с молодыми педагогами Казани. Для чего система образования России ориентируется на международные стандарты, насколько возможно обеспечить конкурентоспособность и успешное будущее? На эти и многие другие вопросы отвечали на торжественные церемонии посвящения младых педагогов в профессию учитель. Ежегодно после окончания вузов на свои первые рабочие места прибывают молодые специалисты. На этот раз речь идет о педагогах. Для того, чтобы начинающие учителя знали, что им оказывается внимание и поддержка на самом высоком уровне, в Казани ежегодно проходит церемония посвящения в профессию учитель. В открытии данного мероприятия приняли участие ректор Казанского федерального университета, председателя комитетов Государственного совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, профсоюза работников образования республики, а также заместитель премьер-министра республики Татарстан. Взяв приветственное слово, Рафиз Бурганов познакомил присутствующих с подробностями национальной системы педагогического роста. Прежде всего, она станет более понятной. Это упорядочение не только учительского роста, но и упорядочение системы оценок и наших учеников, потому что, как вы знаете уже, все-таки базовый стандарт будет введен в ближайшее будущее, в будущем, и будет понятно, чему учить и что спрашивать. Создание успешной системы образования невозможно без обеспечения высокой квалификации школьного учителя и его мотивации к непрерывному профессиональному росту. Эти идеи важно заложить с первого дня работы учителя в школе. Все вышесказанное подтвердил в своем слове и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Самое главное, чтобы параметры оценки были правильно выстроены. Вот если говорить о международных рейтингах, то мы вторые в Российской Федерации после Московского госуниверситета по оценке качества выпускников нашего университета. Буквально позавчера, в субботу, мы получили информацию, что наш журнал включили в базу данных скопусов. Это педагогический журнал, называется «Образование и саморазвитие». Это тоже оценка международного сообщества. В завершении стоит отметить, что немногим позже молодым педагогам будут вручены именно и сертификаты на получение ноутбука и обращения от президента Республики Татарстан. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Волнительный момент для всех абитуриентов. Увидит ли он свою фамилию в списке поступивших? Приказы о зачислении на бюджетную форму обучения опубликованы. Первый приказ по контрактникам вышел 15 августа. Сейчас остается ждать второго и третьего приказа по контрактной форме обучения. Долгожданные приказы о зачислении на 2018 и 2019 года в Казанский федеральный университет продолжают радовать поступивших. 5392 человека было зачислено на бюджетную форму обучения, включая льготников, медалистов, целевой направлений и заочников. По сравнению с прошлым годом это были 4980, то есть превышение 512 мест. Но не стоит понимать буквально, потому что по некоторым специальностям произошло повышение, по некоторым снижение. В Казанском федеральном университете в этом году будут учиться и 84 стобальника. Из этих 84, 71 поступили на бюджет, 13 на контракт. Большинство стобальников, это стобальники по русскому языку, 51 человек. И далее это химия, 15 человек. 6 человек это история и информатика. В списке поступивших значится и 14-летняя Лина Мухамедзянова. Девушка будет обучаться в Институте международных отношений КФУ на направлении лингвистика на контрактной основе. На лингвистику достаточно высокие проходные бомбы. По этой причине тех бомбов, которые был у нее, было недостаточно, чтобы пройти на бюджет. Для 14-летнего ребенка показать такие результаты, у нее 247 баллов, да очень высоко. В этом году на 1,6 вырос и средний балл поступающих он составил 74,44. Абитуриентам, которым не хватило баллов для поступления на бюджетную форму обучения, могут найти себя в списке поступивших на контрактную форму обучения. Первый приказ вышел 15 августа. 4 075 человек зачислено, причем 387 из них это на магистратуру и 3688 это на бокового ряда. На сегодняшний день заключено уже более 6 тысяч договоров. Это я вам скажу на 384 договора больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 1107 договоров заключил Институт управления экономикой и финансов, Набережный Челнинский институт 1190 и 1200, это вот лидеры, это Институт международных отношений и истории востоковедения. Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, более 70% абитуриентов воспользовались услугами рассрочки при оплате учебы. Второй приказ по контрактникам выйдет 22 августа, 3-й, 29 августа. Анна Глазнова, Леонард Валитьяров, Универньюз. КФУ и Университет Канадзавы начинают сотрудничество по обмену студентов для обучающихся организованной стажировки. С чего она началась в Казанском университете, расскажем прямо сейчас. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли студенты Японского университета Канадзавы. Для них была организована экскурсия в КФУ. Гости разделились по институтам в сопровождении кураторов. После ознакомительного первого дня их ожидает двухнедельная стажировка. Также в рамках партнерской программы мобильности студентов 19 августа состоялся визит обучающихся КФУ в Университет Канадзавы. Моя профессора сказала, что они будут участвовать в интернете в компании. Многие компании. И они будут участвовать в компании с компанией. Но я не знаю о лабораториях и университетах. Напомним, что в январе 2018 года КФУ и Университет Канадзавы заключили соглашение об обмене студентами, преподавателями и научными сотрудниками. Ожидается, что к 2019 году количество студентов по обмену с обеих сторон превысит 170 человек. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленар Довлетяров, Универньюз. В Елабуге прошел фестиваль школьных учителей. О работе второго дня фестиваля в нашем следующем сюжете. Второй день фестиваля школьных учителей стал не менее насыщенным, чем первый. Приклашенные модераторы провели более 50 мастер-классов, на которых обсудили принципы цифрового обучения и работы учителей на современных уроках. Лейтмотив фестиваля – цифровизация образования. Учителям со всего мира не только дали возможность обсудить, каким будет образование в будущем, но и показали студию цифрового образования. День закончился научным праздником. Ночь науки в Елабуге показала 14 образовательных площадок, в которых смогли принять участие не только приглашенные гости, но и все желающие города. Олег Ашин, Альсина Тимирова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз. С 20 августа по 29 сентября в городской поликлинике номер 4 «Студенческая» будет проходить медицинский осмотр для студентов первого курса очной формы обучения. По итогам прохождения медицинского осмотра студенты будут распределены по группам здоровья в рамках занятия по физической культуре. С 20 августа по 29 сентября в городской студенческой поликлинике начался обязательный медицинский осмотр студентов-первокурсников КФУ. В этом году ожидается, что их число составит порядка 6 тысяч человек. 20 августа начали проходить медосмотр студенты химического института. И сегодня же проходят у нас по графику физики. То есть весь график уже с самого начала готовый. И, соответственно, проходят по графику студенты, начиная с 8 утра до 5 дня у нас регистрация идет, а после этого уже до проходят всех остальных специалистов. Нынешние студенты проходят узконаправленных специалистов. В ходе медосмотра учитываются все жалобы для того, чтобы первокурснику была поставлена правильная группа по физической культуре. Стоит отметить, что ежедневные медосмотры проходят порядка 200-250 человек. Все жалобы фиксируются в медицинской карточке студента для наблюдения во время обучения в Казанском федеральном университете. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши студенты хорошо себя чувствовали, были в хорошей физической форме, чтобы у них не было никаких жалоб. Ежегодные медосмотры в городской студенческой поликлинике проходят студенты всех вузов города Казани, согласно графику. Диана Шилова, Эльдар Довлетьяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. С вами был Универ Ньюс. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях, и вы узнаете еще много всего интересного. До новых встреч!